Здание заминировано и скоро взлетит на воздух. В экстренную службу все чаще поступают такие звонки и сообщения. Накануне лжеминеров в анонимном письме на электронную почту сообщили о бомбе в детской республиканской клинической больнице. К счастью, после проведения проверок взрывчатое вещество не обнаружили. Сейчас правоохранительные органы ищут телефонного террориста. На данный момент по ДРКБ, в связи с тем, что это произошло на днях, проводятся следственно-оперативные мероприятия. К сожалению, я не могу пояснить, как мы будем ловить, что мы будем делать, есть ли у нас какие-то наработки, в связи с чем. Потому что вдруг этот человек на данный момент будет смотреть эту запись. Поэтому мы, к сожалению, не можем. Но как только мы его поймаем, после этого я смогу прокомментировать данный вопрос. Это уже второй случай, который происходит в республике за этот месяц. Ранее сообщалось о минировании одной из школ региона. Но информация также оказалась ложной. Видимо, таким образом кто-то пытается сорвать уроки, разогнать скуку или навести шум. При этом злоумышленники уверены, что им это сойдет с рук. Однако в спецслужбах говорят, что наказание неименуемо. Наказание у нас будет предусмотрено, но по 207 у КРФ это самое минимальное 200 тысяч и максимально это уже до 10 лет лишения свободы. Там учитывается очень много факторов, потому что там же не сразу же его судят. Он будет привлечен, будут учитываться все обстоятельства. Если, например, на иждиведе у него дети, допустим. И с учетом всех вот этих факторов суд вынесет решение. Очень часто бывает так, что с соседних, так сказать, стран, недружественных нам поступают массовые рассылки. Как было известно, это на почту поступали рассылки по школам о том, что данная школа заминирована. Просто когда вот такое СМС-сообщение поступает, да, либо звонок, мы обязаны отреагировать в любом случае. Трудно представить, но негативные последствия ложных сообщений, звонков о терроризме могут быть весьма масштабными. В результате эвакуации часто беспорядочные и хаотичные могут быть жертвы. Люди, которые толкнули в толпе. Дети, которые от испуга всю последующую жизнь начинают заикаться. Кроме того, приостанавливается деятельность организации, учреждения. Нарушается производственный процесс. Шутливый звонок может обернуться вполне реальным сроком. Этому преступлению против общественного порядка посвящена целая статья Уголовного кодекса России. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Вспомним инцидент, который произошел в 2020 году, когда бухгалтер одного из сельхозпредприятий трижды звонил в Сбербанк, чтобы сообщить о минировании. Причиной этих противоправных действий стали махинации со средствами предприятия, которым он причастен. Мужчину очень быстро вычислили и призвали к ответу. Его начальник отправил для того, чтобы он получил денежные средства. А денежные средства бухгалтер уже вывел, украл в своих личных целях. И чтобы перед хозяином как-то оправдаться, он, соответственно, постоянно звонил. Три раза поступали звонки, постоянно перекрывали Сбербанк. Но на четвертый раз мы его уже поймали. Он сейчас привлечен к уголовной ответственности. Баловаться и сочковать, как выяснилось, любят и взрослые. Так, сотрудники ФСБ задержали в 2021 году мужчину, который сообщил о ложном минировании места работы. Сегодня утром в 9-м часу позвонил в службу, в экстренную службу, в связи с нежеланием поехать на работу. И сказал, что заменировал. В территориальном участке Газпром в городе Могода Сидейну рассказывал, раскаиваюсь. За 2022 год правоохранительными органами возбуждено 6 уголовных дел о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В текущем – 5. Чаще всего обвиняемыми в таких преступлениях становятся подростки. При этом привлечь к ответственности могут с 14 лет. Для уголовной ответственности не имеет значения, каким образом сообщены ложные сведения и назвал ли преступник свои данные. Основным признаком преступления при усмотрении статьей 207 уголовного кодекса Российской Федерации является заведомо ложность сообщений. То есть обвиняемые осознавать, что на определенном участке местности, в помещении, здании, сооружении нет опасности террористического акта, но при этом намеренно сообщают о властях ложные сведения об угрозе взрыва. Поэтому прежде чем идти на такой шаг, стоит несколько раз подумать, с какого бы постороннего номера или телефона вы не звонили, все равно правоохранители могут вычислить злоумышленников. Зелимхан Калоев, Джамал Эл Султыгов, Новости 24. Субтитры создавал DimaTorzok